микродозинг белого гриба ребят начали обращаться объясните чего пробил и не объясняете вы же собираете кушать вот там 350 миллиграмм правильно я принимаю два раза день и все такое и вообще миф ли это или нет скажу как доктор который и историю медицины тоже изучал не буду говорить миф это не миф маркетинговый ход расширить выбор продукта чтобы что-нибудь выбрать и купить выбор без выбора все равно же в этой фильме что-то купишь правильно правильно не знаю я просто медицинскую логику расскажу чтобы вы поняли и так действительно ли действительно ли белые грибы помогают активизировать иммунитет чуть ли нет туберкулез помогают вылечить и вообще вот эти вот хронические заболевания и астенические состояния когда теряется белок на антитела когда из-за борьбы с инфекциями организм тратит антитела на хроническими особенно приобретает слабость вот синдром хронической усталости а то и астеническая депрессия при гепатите c придут перкулезе при онкологии вообще помогает ли это в этом белый грипп включаем историю медицину и логику 19 век уже медицина стала на юг и и наука емкой такой да уже появилась фармакология близка к медицине то есть она сейчас близкая основа но тогда аптеки они как-то были на самоконтроле а медицина была отдельно они друг с другом договаривались сейчас это все вместе на практически дав клинической фармакологии фармакологии это база любого врача он изучает это же время как грибы приготовить чагу тоже растение это первые два месяца вообще клинические лабораторные эксперименты ступы все как раньше делали если будет война еще ты будешь делать да тут же аспирин да еще естественно пойдем ракита нарубим и будем из нее делать лучше и вы вот и вот 19 век то есть врачи начали уже что-то писать а то и 18 изучать ставить какие-то эксперименты и проанализировали опыт когда когда болели люди туберкулеза они отметили что действительно идет грибная диета у них очень серьезно белыми грибами и у кого и не было те от туберкулеза погибали больше а почему а вспомню что 19 веке обычно рабочий крестьянский человек был кем христианином христианином правильно правильно это что это постоянные посты и даже без рыбы это вот к веганам я сейчас говорю будьте внимательны к моему посылу то есть нету животного белка у христиан момент хронической инфекции одно дело запрет поста если у тебя урвы и ты температуришь а другое дело когда туберкулез или другое хроническое заболевание идет месяцами ну ты что все время будешь не поститься священники же не понимали немного до манифестация туберкулеза она может через пару лет будет и вот когда терминальная стадия он еще и пост держит человек как бы к богу идет причащается понимаю что тяжелое заболевание от которого от чахотки умираю и еще усугубляет себе но тем которые дают белый гриб в большом объеме большом объеме сухой не жареный на по 10 по 15 20 грамм они больше живут и иногда входят в ремиссию почему потому что если создать человеку хорошие условия тепло сухо хорошую еду природные антибиотики сосновом лесу например да туберкулезные диспансер и хорошее питание в смысле белка белка из него синтезируется антитела из углеводов и жира у тебя не будет ничего синтезируется у тебя сначала будут разъедаться твои мышцы потому что белок ты будешь худеть и синтезирует нужные антитела а потом вообще ничего не будет да мы сначала съедаем свои мышцы если не будет поступления белка а потом вторичная слабость но если в эту диету христианскую знахарки интуитивно говорили ешьте белый гриб белый гриб спасет барсучий жир спасет потому что много тоже биологически активных веществ собачье мясо на хорошо усваивается на близкая к нам как свинина собака они всеядные медведь они нам близки очень хорошо заходят потому что всеядные близки обезьяна хорошо есть человека так того же хорошо есть так условно есть какая-то война имейте ввиду но не живого естественно не убивать даже пленного а есть только вот случилось кусочек вот это рационально мясо лучше всего нам всеядных заходит потому что обезьяны ели своих подобных вот там на ветвях загоняют стадии меньше который другой вид вот высшие приматы охотятся на низших приматах имейте ввиду мы это эволюционно ну ладно то есть вот ты заболел вот ты девятнадцатом веке вот ты крестьянин вот у тебя пост 40 дней мясо нельзя есть и тогда очень похоже на легко усвояемый белок в грибе похоже на белок мясо хорошего они добавляли и тем самым компенсировали вот эти вот мясные диеты христианские тогда же было это очень серьезно и по статистике выживаемость была лучше потому что у туберкулеза создая условия он может сам пойти в рениссию закальцифицироваться тут без антибиотиков даже это правда но хуже чем с антибиотиками и туберкулезном диспансер сейчас есть стандарт лечения антибиотика терапия посмотреть тест на реакцию антибиотиков туберкулезной палочки как и все будет аллилуйно и добавить туда уже и грибную диету к мясной то есть разнообразить и мясо и грибы белый гриб первой категории они хорошо заходят это хорошо это действительно будет рационально к антибиотикам астеническая депрессия у тебя помимо антидепрессантов если ты веган отказываешься все не хочу я ваше мясо я веган а у них очень часто астенические депрессии то что мышцы свои сил бели бледненькие такие не скомпенсировали по белкам из растений все идут психотерапевту через два года такой диеты правда и вот если им дать ну не опять же но не 350 миллиграмм в капсуле а 10 грамм помолоть суху почему кстати сухой они жарен когда-то и жареный и ежовик да как все говорят в владивостоке мы их едим что-то не поумнели правильно как только после 42 градусов ежовик белый гриб сделал ты много чего от него потерял все это просто становится е да еда потому что биологически активные вещества в массовом в мало в массе своей они погибают при большой температуре инактивируется снижается у них активность да потому что в природе нету 70 градусов ну нету понимаете нету да и как вы думаете если вы растение или гриб или животное человека нагрели до 70 градусов он у вас когда вы его охладить и нормальный будет а почему вы решили что гриб или растение можно сушить в духовке почему почему больше 42 градусов больше 42 градусов просто донатурация белка происходит как в яйце вот это сворачивание с обратным не разворачивая это может быть активная вещь а также витамины теряются свою активность да понятно при кипячении там очень очень мало но это кипячение вы скажете но нагрев на 1 градус меньше активность меньше активность меньше активность поэтому даже не просто им давали кушать жареные грибы а измельчали во-первых вот просто дашь по биологически активным веществам а второе если ты засушишь гриб и растолчешь то клетки будут у гриба скукоженные которые как раки хитине да и ничего потом него не просто высушили а панцирь осталось надо этот панцирь что перемолоть а есть ты залешь опять воду отворишь сухой даже гриб он набухнет клеточки то в принципе не так разрушится как порошок они будут вот здоровые да или если грибы просто белый отварил пожарил вот они бы они так и выйдут а если ты засуешь и перемолешь у тебя получит получается каша которая вся размолота и хитин он не сосется остальное все сосется и этого от 3 до 7 процентов биологически активного вот так вот дорогие мы поняли смысл поэтому исходя из этой логики действует ли 350 миллиграмм обычного гриба на вас они 10 20 30 а то до 50 грамм в принципе да как и чагу при онкологии когда не было еще онко стандартов как и белые грибы при туберкулезе ели сухой 30 50 в день человеку давали в больницах с мясом с витаминами с едой сосновым бару до эры антибиотиков вот так они действовали и вот так медицина говорит да вот если он сейчас у нас война идет где-то если вы попадаете в такие условия компенсируйте себя чтобы избежать до той же окопной стопы еще чего-то если вам не подвезли в мясо белые сушить и заготавливаете и молите это компенса просто поесть для вкуса это пожарить скомпенсировать себя по активным веществам это сушка по активным веществам по усвояемости их белка того же это надо высушить и растолочь причем любой гриб на самом деле который плохо выходит в раствор с мухомором другое там хорошо в раствор выходит габоксозол муссомол фуканаман галактан мускаруфин и ботеновая кислота наша любимая ампами ними меметик и прочь рацетама и так далее это другое вот не зная не зная грибы который ежовик то есть не поможет вам вот ежовик не поможет если вы его пожарили и съели это просто пищевое сырье то есть поможет как еда есть заболевание под названием голод то молоть надо вот при голоде вы жареные только грибы только очень маленький процент усвоите а вот если вы высушите размолить вы тогда будете себе компенсировать очень классная грибная диета для похудения на грибы лисички можно еще перекрутить пережарить перекрутить сделать паштет без хлеба только есть только одни лисички 30 недель вот и хорошо худеешь потому что очень мало всасывается но антитела образуется мышцы свои не кушаешь жир расходится вот но еще там плюс кое-чего на вот вот так вот все ответил всем добра мира понимания пойду я косить траву чем косить под дурачка знаю что я что-нибудь о белом не знаю так закосить и не сказать вам я сказал не закосил пошел потому что кашу траву для кролика а не то что вы подумали окосить от ответа не буду ну а те которые продают может быть у них какие-то свои исследования а чертова знают да я только говорю вам то что знает история науки и искусства богини медицина хорошо сказал да не меня